Доброе утро! Ремонт моста через реку Полистья. Об этом сообщает Управление дороги России. Изменить существующую схему организации дорожного движения на участке у деревни Трегубова планируется с конца следующей недели, 27 октября. В связи с проведением работ здесь будут введены ограничения скорости дорожного движения до 50 км в час. При этом предусмотрено сужение проезжей части до двух полос по одной полосе в каждом направлении. В Великом Новгороде накануне должна была начаться распродажа имущества сети магазинов «Эксперт». Анонсировалось, что все желающие смогут приобретать товары со скидкой 30% в складских помещениях магазина на Большое Санкт-Петербургское 81, корпус 1. Однако по этому адресу люди не смогли ничего приобрести. Им объявили, что распродажа пройдет через интернет-магазин. Но и через сайт «Эксперта» что-то купить тоже оказалось очень сложно, поскольку он завис, возможно, от перегрузки. У кого все же получится преодолеть технические неполадки, тому откроется широкий ассортимент электроники, бытовой и офисной техники, мебели, комплектующих и посуды. Платить заранее не надо, только после того, как товар будет оценен воочию. Правда, совсем даром закупиться не выйдет. Минимальный чек должен быть с не меньше 3000 рублей. Гарантия производителя. То есть все недостатки товара «Ретек» устранить не сможет, и претензии нужно будет предъявлять производителю. На продажу выставлен товар на общую сумму около 15 миллионов рублей. За счет его реализации предприятие «Банкрот» планирует рассчитаться с долгами по зарплате. И это только новгородское отделение. Аналогичная участь ожидает и филиалы компании в других областях. В Великом Новгороде уже пятый день ищут пожилую женщину из-за вокзального микрорайона. Объявления о пропаже Нины Яковлевой 1939 года рождения опубликованы в группе поисково-спасательного отряда «Феникс». Сообщается, что 13 октября, около трех часов дня, она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Приметы. Невысокое худощавое телосложение, левое плечо ниже правого. Была одета в светло-салатовую куртку и серый пуховой платок. Отмечается, что у женщины проблемы с памятью. К другим темам. В деревне Игожево Демянского района на прошлой неделе прошла церемония захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженных поисковиками в ходе осенней вахты памяти. Земле были преданы останки 71 бойца. Их обнаружили в окрестных лесах поисковики из отряда «Демянск». Также в Игожеве были захоронены останки красноармейца Николая Лаврентьева, доставленные из Карелии в рамках всероссийского проекта «Дорога домой». Уроженец этих мест 75 лет считался пропавшим без вести. В торжественной церемонии захоронения приняли участие местные школьники, а также ребята из соседнего Морева. Они каждый год вместе с долинщиками поднимают останки тех, кто не вернулся с войны. Поисковики работают в районе уже больше 30 лет. За это время силами только отряда «Демянск» здесь были найдены и захоронены более 12 тысяч воинов. Именно 300 из них установлены. Столица региона последние три дня принимала участников 19-го международного фестиваля молодежи и студентов. Гости из 43 стран приобщались к исконно русским традициям. Программа обширная. Все для того, чтобы максимально познакомить ребят с новгородской культурой. Экскурсии, кулинарные мастер-классы. В программу даже вошла сдача ГТО. Причем к труду и обороне гости оказались вполне готовы. Нормативы ребят сдали весьма неплохо. На самом деле все это было очень весело, но, к сожалению, у меня не совсем подходящая одежда, то есть я не в спортивном костюме, было немножко тяжеловато. И мне очень понравилось место, в котором мы сейчас находимся. Уже сегодня эти активные молодые люди отправятся в Санкт-Петербург, а затем в Сочи, который стал столицей 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов. На этом у меня все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова